Всем привет, мои друзья-посписчики! Сегодня у нас такая необычная развлекательная рубрика, так как немножко отдохнем от походов, от рыбалки. Как бы они еще в задумке есть, ролик еще работает. Но сейчас, чтобы разрядить немножко обстановку, я вам выпущу такой вот обзор, наконец-таки, на мою видеокамеру, которая пришла из Алиэкспресс, китайского сайта, заказывали. Наконец-то у нас улучшится контент, надеюсь, улучшится качество съемок. Сейчас мы с вами снимем видеообзор, распакуем, посмотрим, что здесь и к чему, как оно пришло. Будем аккуратно распаковывать. Да, я, наверное, проще отрежу коробку. Вот. Так будет куда проще. Потому что вечно так все запихают, заупакуют. Вот, смотрим, что у нас тут. Первый пакет, это, я так понимаю, крепеж нагрудный. Пока откладываем в сторону. Это, я так понял, у нас идет чехол самой камеры с аккумуляторами. Это у нас крепеж на голову, я так думаю. Сейчас мы все достанем. Вот она у нас, селфи-палочка. И еще какой-то запасной крепежик. И все, пустая коробка. В принципе, штатива нет, ребят. Будем еще бы заводиться штативами. Ну что, начнем с селфи-палки. Вот такая селфи-палочка. Здесь рычажочек подкручивать, регулировать. Колесико здесь раз, завинчиваешь. Вот она, как телескопическая удочка, она раскладывается. Увеличивается. Все, зафиксировал здесь камеру. Ходишь себе, снимаешь там, ла-ла-ла, трапаня. В общем, все прикольно, интересно. Так, дальше мы переходим к нагрудному ремню. Я так понял, это нагрудный у нас ремень. Да, это явно нагрудный ремень. Спецнадовский ремень. Да, я еще пока даже не понял. Вот здесь я так понял камеры. Это, крепится. И как-то его надо одевать, как кубуру, что ли? А не через на ногу, я не знаю. Я тоже не знаю. Сейчас мы еще разберемся. Я так думаю, вот так вот. Это ранец? Я так думаю, вот так вот он должен одеваться. Вот здесь вот крепится на грудь камера. И ты снимаешь все от первого, от третьего лица. Ну вот точно броня отписнадовского, да? Вот, вот такая вот фигуринка интересная. Будем ее тоже использовать, эксплуатировать, в общем, пригодится. Значит, мы проверим крепление наголовное. Как с актерской каской, как я и хотел. Вот. Одеваем на башку. Очки ночного видения. Да. И сюда уже прикрепим тоже камеру. Сейчас все покажем. И будем ходить как... Это уже вид вообще будет от башки. Классно. Здесь мы уже будем снимать пранки, бегать. Так, ну что, переступим к самому главному, ребятишки. Надеюсь, в сумке нас ждет камера. Да. Надеюсь, там не вылезет такой фигу на пружинке. Вот мы все в предвкушении. Встаешь такой на колено. Девушки. Выходи за меня. Предложение. И делаешь такой руки и сердце. И вот она красота. Да. Ни фига себе. И девушка обнаруживает, что это не маникюрный набор. Как тут все интересно, ребята. Ну вот это я так понял. Сама 4К камера. 4 кадра. Вот она какая. Обратите внимание, она уже находится в специализированном чехле, который защищает от воды. То есть, когда вы будете работать, например, вот в этом чехле, его необходимо снимать, потому что не будет слушаться. То есть, либо вам надо подключать микрофон, чтобы если вы будете сделать... Сумоподавление. Сумоподавление идет, да. Потому что не забывайте всегда чехол вот этот снимать, потому что вас вообще будет потом на съемке не слышно. Я думаю, тут есть инструкция, наверное. Малый. Ладно, мы до инструкции сейчас доберемся. Я такую вот эту пластиковую штучку, надо как-то дернуть наверх, но она там прямо в эти входит, в защелку. Тут надо какая-то система ниппеля очень хитрой. Ну, мы ладно, мы к этому вернемся. То есть, она у нас будет сниматься подводной, это, подводную рыбалку. Еще будем снимать. То есть, окунать, смотреть подводный мир и тыры-пыры. В общем, она водозащищенная. Дальше. У нас идет в наборе... Адаптер питания или что это такое? Да, это батареечки сюда сажаем. Аккумуляторики. Аккумуляторные. Да, и два аккумулятора. Или это флешка, я так понимаю. Ага, это у нас флешечка. Или нет, это аккумулятор. Нет, это аккумулятор, кстати, ребят, такой маленький. Вот его вот сюда вот так сажаем. Опа. А потом вот сюда вот зарядничек суем. И они у нас... Или вот сюда. Вот этот вот, видимо. Вот этот, да, видимо. Удаленитель USB. Да, а потом их вот так вот... Сейчас проверим все гнездышки. Работают ли у нас тут этот. Вот, вроде воткнули. Потом размотали туда и подзаряжать. Где-то должен быть еще второй в наборе. Вот, кажется, это вот адаптер питания для зарядки. Это, да, это вот адаптер питания для зарядки. Странно как-то. А вот эта что за штучка у нас висит? Непонятная. Да, может, это просто наклейка. Хотя маловероятно. То есть их вот... А вот он плотно вошел. Вот. Он даже не шевелится, не выпадает. То есть вот он заряд... Может быть, один уже встроенный в нее, в саму камеру, я так думаю. Потому что это как запасной, но их должно быть два. Даже если встроенный, то камеру все равно надо сейчас зарядить. Мало ли, может, она разряжена. Вот, ребята, здесь, видите, у нас всякие крепежи, штучки. Мы еще сами ничего тут не понимаем. Тут еще, это, видите, у нас тут конструктор Lego. От трех до пяти мы тут будем разбирать, мозаику собирать всякую. В общем, вот это, не знаю, катафотик какой-то, что ли. А, или это тоже как вид... А, стоп, это отблескивание в темноте может, чтобы ты на камеру, когда сажаешь на грудь, крепишь, чтобы тебя было видно и машина не сбила. Я не знаю, короче, это моя идея. Может, эту штучку снимают липкую и что-то делают. Я не знаю, для чего вот эти два катафотика. Ну, я думаю, мы сейчас все разберемся. Пока мы вам в первое впечатление просто снимаем разупаковку. Сейчас, естественно, мы с Богданом все разберемся, что тут к чему. И вам уже все покажем, как это все будет выглядеть наглядно. Вот эта та же штучка, я так понимаю, тоже все это под камерой. А это не чехол под бронебампер для него? Нет? Маловероятно. Это тоже какая-то вот интересная штучка. В общем, надо прежде чем было разбирать, вообще посмотреть обучающие ролики, как их уже... И что к чему тут. Ну ладно, у нас есть инструкция, мы не тупые, мы сами разберемся. Тут вот какой-то напульсник. А, это можно ее включать как бы... Пульт управления, да? Пульт управления. Это когда ты ее в воду опускаешь. Когда ты ее в воду опускаешь, то есть отсюда ты ее включаешь, выключаешь. Вот, это кнопки, как бы ее включать под водой, выключать. На дистанции как бы. Но это пока лишь теория, мне понятно, что будет. Это дистанционный пульт с батарейкой, наверное. Как тут батарейки только менять, наверное... Там ничего не написано. Развертывать, отверточкой маленькой снимать, наверное. Ну, не знаю, в общем, тут еще какая-то пабрякушка. В общем, сюда идем. Это, я так понял, просто рекламка Тут какой-то шнур Петельки какие-то, кстати, интересные Надо посмотреть, что это такое Может, это животных каких ловить? Это не амби А, это хомутики, ребят, это хомуты Видать, они тоже будут куда-то нужны Что-то где-то закреплять Дожимы, что-то такого варианта Это хомуты, да, пластиковые Вот это экранчик для камеры Стекло, запасное, наверное Я так думаю И последнее у нас на сегодня Это ремень на часы То есть, это еще один крепеж идет Один крепеж идет на грудный, как я вам уже показал Один идет на голову Одна идет селфи-палка И вот этот четвертый вид На запястье, да Чтобы снимать как селфи С руки То есть, раз ее насадил Сделал И с руки сам себя вот так вот снимаешь Ну, конечно, не прикольно С палки селфи куда прикольно С руки я так все время всех снимаю Очень крупно получается Ну вот, сейчас мы вернемся к самой камере Ребята, посмотрим, как вообще тут что Какие вот эти все запчасти Надо нам тут разобраться И понять, как это все снимается И к вам еще это подсоединимся Ребята, мы возвращаемся к вам снова Немножко полазили по бучающим роликам Не знаю Посидели тут, покумекали В общем, раскрыть мы поняли Как эту штучку Достать ее из чехла В общем, вот здесь вот надо Вот эту черную штуку Если брать не меня Вот так вот потянуть на себя Опа! Вот И она вот так вот, видите Срабатывает как Хлоп Как змейка Как змейка Она тут туда-сюда Она ее захлопывает В общем, вот Открываем чехол Достаем нашу саму камеру 4К Вот, ребят, кстати Если Ни в каких многих видеообзоров Этого не показывают Как поменять, например, аккумулятор Вот здесь очень тугая штука Ноготь можно сломать Ну вот, как бы вот У меня получилось в это В общем, так крышечка открывается Не переживайте, это не сломано Это так действительно она открывается Да, она так открывается Здесь такой есть специальный язычок За него дергаете Аккумулятор И переставляете И переставляете Также язычком вверх Китайцы молодцы Они В комплекте положили Второй аккумулятор Да В случае чего Вот И вот туда потуры зажимаем И до защелкивания Не боимся Закрываем Не боимся ничего не сломать Все это, конечно, хрупкое дело Но меткое Ага Вот даже сами Мы не можем закрыть Другой стороной Вот Вот так вот И тут до щелчка Все Вот такая маленькая Миниатюрная Приятная На ощупь Это у нас, короче, ребят Вот включаем Вот здесь вот Нажимаем включение Вот Обратите внимание У нас включается камера Вот Здесь такие же Это у нас идет Съемка То есть идет запись Пошли секунды То есть Можно переключиться Нижние кнопочки Вверх-вниз Они переключают То есть на фотоаппарат На съемку В общем Тут мы еще будем разбираться Дальше вот так Зажимаем сильно Ее выключаем Вот Обратите внимание Здесь вот еще есть такая Флешечка Где вот зарядки USB Откуда вы перекидываете Так вот зажали Она выехала Да На 32 у нас Флешечка И назад ее Засунули Слава богу я ногти отрастил Вот В общем Вот смотрите Ребят Что мы еще узнали Если вы хотите Снимать ее С хорошим звуком То есть вы ее Засовываете Вот в такую штучку В чехольчик Да В маленький Например Вы хотите снимать На селфи-палке Да Вот Вкручиваете ее В селфи-палку Вот Все Завернули В селфи-палку Зафиксировали Все Только Правда Она у меня Кверх ногами Получилась Ну ничего страшного Вот так ее переодели И все Можете себя снимать Вот так вот Себя снимать В общем С этим крепежом Мы разобрались С этим крепежом Мы разобрались Дальше Если вы Ребята Если вы Хотите Например В подводное плавание Пускаться Обратите внимание Здесь все защитные Пленочки Вот эти Да С камеры Вот здесь На глазке Вот это Это конечно Все надо будет Снимать Но пока мы Все оставим Вот Если вы хотите Снимать подводное плавание Ребят Подводное плавание Оно снимается Очень легко Здесь уже Здесь уже Вот это окошечко Оно защищенное Вот этими Двумя пробоинками Обратите внимание То есть Сюда Водичка Уже никак не попадет То есть Если вы окунули Туда Герметично Захлопнули Все У вас туда Пульта Непосредственно Это у нас будет Пульт Наручный Одевайте его На руку Все Защелкивает Время конечно Не посмотришь Но камеру Управлять можно Вот Все Запустили его На руку И включаем Например Вот эта красная Кнопочка Это фотоаппарат Если мы хотим Съемку сделать На камере Мы нажимаем Съемку Там загорается Кнопочка Если мы хотим Снять видео Видите Мы сделаем Видео Съемку В общем Это у нас Как бы Для пультика Ремешок Единственный минус Камера должна Быть уже включена Чтобы управлять Пультом Обязательно Камера должна Быть включена Чтобы управлять Пультом Потому что С деценционного Пульта управления Вы ее под водой Уже никак не включите В общем Вот Достаем камеру Обратите внимание У этой камеры Окошко Уже водонепроницаемое То есть Оно Шумоизолирующее Специальными С прокладками Если же Вы хотите Не снимать Под водой А использовать Этот так же Чехол Для защиты Камеры Но Чтобы вас При этом Было слышно Есть вот такое Окошечко Здесь уже Вот эти штучки Не идут по краям Обратите внимание Тут щели Дырки такие Видите Меня видно Прозрачно Для того Чтобы проходил Звук Чтобы проходил Звук Вот в это окошечко То есть Не путайте Когда вы будете Менять То есть Вы камеру Убьете Если вы Вот с этим окошком Запустите ее в воду То есть Сюда вода попадет Она у вас захлебнется То есть Окошки Отсоединяете Это для подводной Окошка Это для того Чтобы снимать Звук Тебе было слышно Не глушил То есть Окошки поменять Как их еще поменять Мы еще пока не разобрались У нас очень мало Времени Технично Все мы будем Разбираться Уже в другом Видео Все уже подробно Как в настройках Что делать Как что перекачивать Просто у нас сейчас Очень много Программное обеспечение Потом посмотрим Расскажем Да Мы вам это все По поищу Пока образно Пробежались По всем штучкам Вроде ничего Все работает Проверили Шнуры зарядки Шнуры зарядки Все действуют Все перекидывает Все загорается Для чего хомутики Мы еще не разобрались Для чего вот эти Катафотики Я так думаю Они пойдут Светоотражатели Что ли Светоотражатели То ли это крепежи На камеру Как-то То ли вот Я не знаю А вот Это крепеж Наверное Короче Как тут все Крепить Мы еще будем Разбираться Ребят Пока мы сделали Вам первые впечатления Первый видеообзор Сами еще ничего не знаем Голову ломаем Ай-яй-яй-яй Как снимать Будем пока снимать На старую Пока не разберемся С новой Ну в общем Если вам такое видео Понравилось Зашло Вы ждете продолжения Не забывайте Как всегда Поставить лайк Колокольчик Под канал Подписаться Естественно И мы обязательно С вами еще увидимся Впереди вас ждет Еще рыбарка И готовка На костре Всем пока Ребят Всем привет Вот у нас Сейчас вы Вы уже все Посмотрели Видеообзор На экшн камеру Да Все что у нас Получилось Пока Первоначальный Обзор Я решил К этому видео Приплюсовать Еще как я Например Солю рыбу Сушу Да То есть Вы все знаете Что я занимаюсь Рыбалкой Непосредственно Я это делаю На работе И в свободное От работы Время Тоже нахожу Время Выделять Себе рыбалки То есть Естественно Я уже наловил Маленько рыбы В общем Как я ее солю Сам процесс Я уже не показываю Потому что Я ее засолил Уже вчера Объясняю Как Кладу В емкость Тазик В любую В кастрюльку Да Смотрите Я делаю с кишками Чтобы она была Жирная Не сухая Если потрошить рыбу Это лучше летом Чтобы Летом Рыба живет Очень много травы Кишок И из-за этого Лучше ее потрошить Иначе она Очень быстро стухнет Вот смотрите Сейчас пока еще весна Рыбу можно сушить С кишками В общем Кладу с кишками Первый слой Посыпаю солью Потом на это Первое дно Посыпал солью Положил брюхом Брюхом положил Посолил Положил рыбу Еще раз посолил Еще раз положил рыбу Еще раз посолил И в середине В середине Я уже начинаю Сыпать сахар Потому что Когда она выделит сок С солью Перемешается Уже будет Такой немножко Слатимо соленый То есть нормальный Раствор Такой получается Приятный Кстати я не действую Никогда на соль Кто не пробовал Кстати попробуйте Всегда сделать с сахаром Сахаром Очень хорошо получается В общем Немножко положил Сахара Присыпал Потом опять соль Потом опять слой рыбы Потом опять соль Опять сахар Соль Сахар Соль Рыба 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 То есть слоями Делаем как торт Вот Все И дальше Нажимаем крышкой Естественно Внутренней стороной крышки Прижимаем ее гирями Штангами Я так как Недавно занимался Качался Да у меня Очень много Осталось блинов Штанг И так далее Там подобных То есть у меня Очень много Тяжелой техники Для поднятия бисепсов И ТРП В общем Я прижимаю Гирями Штангами ТРП В общем Подняли кастрюлю Прижали Как можно больше веса Убрали в холодильник На сутки Ну конечно Можно не на сутки Можно часов на 8 Дальше можно уже промывать Но я Лег спать Убрал на сутки Не столь важно Просто Если вы Передержали Немножко То потом Ее просто Нужно подольше Промыть Вот Потом ее Под холодной Протечной водой Промываете От сахара От соли Хорошенечко Промываете Вот Как я сейчас Собственно и сделал Я просто вам Этот весь процесс Не показывал Потому что Это надо снимать Сколько дней А потом Вам уже Снимать готовый Экземпляр Сушеной рыбы Это чокнуться может В общем Я всю эту процедуру Сделал Я вам рассказал В общем Вот Я ее промыл Сейчас вам покажу Что получилось Потом вы ее Выкладываете на газетку Ребята Одну сторону Подержали Она обсохла В газетку впиталась Потом перевернули И еще На сутки Я завтра уйду на работу На сутки Я завтра утром Переверну Уйду на работу На сутки Потом еще раз Переверну А потом я ее Уже вывешу На леску На крючки И она подсушится Через 3 дня И будет прозрачная Как слеза На лампочку Поворачивай Вот так вот И она будет Кристально чистая Солененькая И вкусненькая И с пивком Ее поточить Одно удовольствие В общем Вот смотрите Вот я себе Выложил на газетку Все что я наловил Вот Вот такая вот У нас фиговинка Вот такие Плотвички Она уже обмокнет Она сейчас сырая Завтра с утра Перед работой Перед тем как на сутки Я ее вот так Переверну Она в газетку Впитается Я каждую рыбку Вот так вот Буду переворачивать Потом одна сторона Впитается В другая Впитается А потом я просто Либо за жабры Вот если вы хотите Рыбку вешать за жабры Вот так вот Отделяете Вот эту жабрину Вот Протягиваете веревку И вот так вот Вешаете на веревку За жабры Не обязательно Каждой рыбе Протыкать рот И вешать за крючок Вот Я протяну веревочку Леску Обыкновенную И посушу их И все Роман Там в гости Ко мне кто-нибудь придет Или еще кто угодно В общем у меня будет Всегда сушеная рыбка Будет всех чем угостить Да даже мать моя Любит Акуни и зелененькие А когда мы наловим Что-то покрупнее Побольше Мы обязательно Это закоптим В общем Сейчас пока Продолжаем ловить Завтра пойдем на работу Снасть у нас стоят Все ловится Вот А кстати О Ксюня Моя Писюня Травку жует Радостная Я и нарвал Травки на газету Смотрите У нее глазки блестят О О Играется Он лапкой ловит Травинки И кушает Радости полные штаны Вон и Весна у нас Травка сушеная Ксюня радостная Витаминчики Да Ксюня валяется В газетке Кушает травки Ой Прелесть моя Ой да Объедается Травой Короче Это Это моя козочка Ребят Травоядная Уж до чего Любит траву До невозможности Ай Ай Красотка Ну все Ну вся Выпендрилась Ну и так И сяк Прям перед подписчиками Да Играешься Перед подписчиками Прости Дня моя Хе-хе-хе На Жуй Ай Козочка Травоядная Сколько ее хлебом Не корми Все мало Дай травы пожевать Ну кошка Целую зиму Была Без еды Ой Тьфу блин Без еды Целую зиму Кошка была Без витаминов Естественно Я ей старался Зимой Покупал Выращиваю Траву Которую выращивают В магазинах В зоу Ну Ей Эта трава Не очень Конечно Вот как Сейчас у нас Начала на газонах Расти своя трава Естественно Начал ей Кормить этой травой И ей нравится В общем Кошка чистится Кушает травку Рыбка у нас Сушится В общем Все Собираемся Завтра на работу Ловим рыбу Ну и ждите Дальнейшего контента Ребята Сняли вам Сегодня Видеообзор На камеру Продемонстрировали Кстати Перед видеообзором Мы еще сходили на кино На Хеллбоя Вот Хеллбой Третью часть Сходили Ну ничего Так Фильм один раз Посмотреть можно Ладно Спамить Рекламировать не буду Кому интересно Посмотрите Вот Решил вам К этому ролику Записать Как я сушу рыбу Потом я вам Ее продемонстрирую Как она уже высохла Все нормально Ну в общем Все как обычно Ничего сложного В общем С вами был Олег Всем приятно Просмотра Не забывайте Подписываться на канал Помогать мне Продвигаться дальше Чтобы у меня Уже Хотелось Для вас Дальше Еще снимать Дальше мы будем Расти Так как у нас Уже экшн камера Приобретается Мы скоро Ей научимся Пользоваться И дальше Пойдут съемки Только еще Интересней Сюжетней И масштабней Я бы так сказал Все Всем пока С вами был Олег Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok